Девушки отдыхают Садил каждую крепостицу Отсюда до синих гор Рвет и кусает нас Как бешеный пес Люди с севера Вы стоите у обрыва Короли предали вас И вы обратились к богам Но вы не молите Не падаете на колени Посыпая голову пеплом Нет, вы скулите Почему боги оставили нас Пора вернуться на путь С которого мы давно сошли Было время Когда наш мир Соприкоснулся с другим Ученые зовут это Сопряжением сфер Волей богов Силы зла проникли В наше обиталище И в этой катастрофе Родилась нечестивая сущность Что зовется магией Нечестивая Мы не запретили ее Нет Мы изучали ее Ради власти И могущества А что же чудище У наших дверей Потлые останки Сопряжения Тролли Трупоеды Волкалаки Воздели мы меч Против них Или возложили эту ношу На других На других Кто зовется Ведьмаками На заблудших детей Обученных во лжбе Чьи тела Извращены Богопротивными Ритуалами И они борются С чудовищами Хотя не отличают Добра от зла Искра человечности Давно уже угасла Богопротивными С годами Их все меньше Что ж ты до двух позорил их создать Они бывают в наших краях За деньги Выполняя свою кровавую работу Позоря нас Самим своим существованием Истерзанный войной север Обливаются кровью Битвы Есть удары бичей божьих Что очистят греши наши Вспомните об ужасах Кирзающих наш мир извне Дикая охота Скачет по небесам Каждая полнолуния Темные эти всадники Вестники второго сопряжения Уводят наших детей В неведомые земли Но можем ли мы Обратиться вспять К свету Хватит ли у нас сил Изгнать чародеев И объединиться Вокруг тепла Вечного огня Ночь Час меча И топора В этой войне Никто не поможет Ночь Час безумия Час презрения Замечательно Мне больше всего понравилось Богопротивными Существами Да Которые борются С монстрами Богопротивными Так Кто ж сюда позволил им Появиться на свет Просто Дуализм Борьба Света И тьмы Бесконечен В этом Хаосе Люди Даже не то Что не опыт Получают Или учатся Для них Это просто игра Кто-то создает Кто-то разрушает Прикольно же Да А если бы Был только свет На белом фоне Был свет Не виден был И на темном Тьму тоже Поэтому игра Контрастов Не по-детски Так Мы с вами будем Сейчас выбирать Режим игры Мне показалось Что было очень тихо Музыка не стихая Сама речь была тихой Почему-то Мне так показалось Не знаю Давайте попробуем С вами Сыграть Что-ли Наконец-то Естественно Новая игра Новое начало Так а у меня же Было какое-то Дополнение С шмотками Наверное Автоматически У меня Поставилось Или же Нет Надо проверить Новое начало Боли Страдания На смерть Что это за режим Такое Настоящий Безумцев Мне кажется У меня Игра Будет страдать Просто Я бы могла Выбрать Насмерть Не факт Что Я не ругалась И справилась Без первого Раза И десятого Зависимо от того Насколько Сложный Момент Мне попался Но Все-таки С моим компьютером Приходится Делать Небольшие Поблажки Понимаете Обучение 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 Было У меня Нет Да Пусть Будет Продолжение следует То есть игра покажется мне медом, что выберем насмерть. Можно ведь так? Или нет уже? В первой части начали уже упоминать Енифер, я помню, это было очень редко, в основном говорили во второй. В самой игре она симпатичнее намного, краше, чем в интерактивном ролике. И мне нравится ее образ на самом деле, говорят, что она очень мрачно одевается в основном в черную. Можно было бы добавить несколько ярких красок. В общем, мне нравится полностью ее образ. Характер тоже ей подходит, но по отношению к Геральту кажется, что он во многих моментах этого не заслуживает. Обидно становится за него. Ну вот, с конца второй части мы должны были искать Енифер. И прошло уже сколько? Год? Спустя... После того, как я проходила вторую часть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну-то мы помним, да. Момент с подъемом. С приколом. Это я уже видела. Меня этим уже не удивить. И слава богу, он останется со своим достоинством. И продолжит заниматься тем, чем всего больше он любит заниматься. Наш бабник Геральт. По-моему смешно. Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди. А то весь мир замучает ее своими гравюрами. Весь в шрамах. Настоящий мужчина. Попка у нее, а то что нужно. Ага, пока. Ну иди. Она ждет, пока она к нему повернется. Значит, она выжидала время специально. Это было задумано. Очередной манипуляторский трюк. Ее красивых женских чар-ягодиц. Поцелуй, кстати, это такая душевная вещь. Так же, как объятия. Не идти меня. Очень. Свои прекрасные волосы распушила. Зачем нам показывают это? Или это на моем компьютере все трясется? Почему это видео такое? Интересно, у всех так или только на моем компьютере? У него и эта штука тоже трясется. Амулет на шее. Добро пожаловать. И вам добро пожаловать, дорогие мои зрители. Мы с вами проходим, видимо, актрии. Не все идеально, как вы видите. Но это небо и земля с тем, что было. Нет, пусть будут пока подсказочки. Мы в Каирморхане. Начинаем осматривать комнату. Я раньше думал, что это комната Трис. А это, видимо, еще до событий первой части, когда мы с Трис были в комнате. Когда мы ее лечили, помните, да? Когда мы сражались с Химерой. Это еще до этих событий. И мы этой комнатой пользуются все девушки. Потому что она самая уютная, скорее всего, в этом замке. Может быть, это, конечно, со времен вот этих. И когда мы в первой части уже играли, там уже, может, привели в порядок, обустроили Каирморхан. А может быть, нет. Вот, Йеннифер Язвен Герберт. Га. Выговорила. Чтобы воспользоваться ведьмачьим мечетьем, нужно зажать. Ну, либо от первого лица получается вид. Посмотрите, бросающиеся в глаза предметы. Чтобы открыть запертую дверь, подойдите к ней на жмитее. Да, мы пока не будем подходить к запертой двери. Мы хотим посмотреть, что у нас здесь есть. Гераль, хватит трогать мои флаконы. Наверняка они пахнут божественно. Как им не трогать твои флаконы? Ты же пахнешь ими. Или они пахнут тобой. Я не знаю, как лучше. Значит, он за километр, если у него еще ведьмачье чутье, чует запах крыжовника и... Чего он сказал? Сиреня? Что? Да, вот, взяли бы одну из косплеерш. У них такие образы зачетные получаются. Сделали бы кассинг, кто из них лучше сыграл? Та будет была Янифер. Каких-то странных персонажей набирают на роль. На такую роль. Замахнулись-то, да? Будет не ниже уровня Игр Престолов. А на деле флаколимы. Ожидается. Я тут подумал, может, Цири подождут еще немного. Это не педагогично и неразумно. Я хочу еще побыть немного с тобой. Ты права пойду к Цири. Будем неразумными. Я не хочу быть разумным. Ага, вот в чем дело. Я искупаюсь, сделаю макияж. А ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знал? Не все ли равно. С каждой из сексов только о тебе. Нельзя серьезно воспринимать их разговоры за это. Из-за этой трясучки. Ну ладно, хотя бы у нас... Хотя бы играет. Долгоиграющий играет ведьмачок. Да? Так, а по-моему можно было что-то взять в прошлый раз в Европе. А, вот что это такое. Что с стадежной стороны. У тебя есть какая-нибудь одежда, кроме черной и белой? Ммм, белье. Белье у тебя тоже черное. Только серебро. Золото мне не идет. Мог бы это запомнить. Я тоже думала раньше золото мне не идет. Теперь мне кажется идут. Либо я изменилась. Я раньше даже бижутерию позолоченную не носила. А теперь... Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Мне сказали, что идет. Я сама вижу, что идет. По-моему, прекрасно. Когда твое мнение совпадает еще с другим мнением. Отличный у нас все-таки перевал. Ну, с моей графикой тоже, врать, ничего. Красиво. Да. Кстати, у меня видео выводится без мыла и стольких артефактов. Вполне прекрасно. Я даже очень радовалась, когда просматривала его на своем компьютере. Но после того, как я его выгружаю на YouTube, моя радость заканчивается. Потому что YouTube все, короче, замылила. Кажется, что качество такое голевое, что больше снимать не хочется. Но я знаю, нужно еще выше ставить битрейт, чтобы YouTube он все равно будет в любом случае пересжимать. Хоть какое-то качество дошло до ваших глаз. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Ну, у него всегда будет трястись все амулеты. И у Йеннифер кое-что тоже. Блин, это даже не смешно, это как-то. Разумеется, она считает теории и практику. Что? Подъем, мастер. Какие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гули и Альгури. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна Избруга не самый легкий язык. Зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? Походу, делает только у меня. Не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Распустили мы ее. Распустили мы ее. А значит, мне ее и к порядку призывать. К чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Сейчас эти милые глазки растопят любой лед. И... Суровый дядя Висимир... Нет. Нет, он не передумает. Понятно, почему ты так сюда ловишься. Я в прошлый раз другой вариант выбрала. Ну, кстати, Гераль тоже одиночка. Может, она тоже любит мироваться одна. Но это немножечко не связано одно с другим, да? Тут со стороны просто виднее ошибки, естественно. Такая грязнулька. Зеленые глаза. Может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Висимира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну! Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости. Я все поняла. Больше не повторится. Очень надеюсь. Висимир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней. С солью. Фу! Вот-вот. Так что, веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Конечно же. Конечно, через стены. И в школе ведьмаков или в оранжерее. Потрясно. В прошлый раз она меня обогнала. Нам без разницы, в принципе, все гоняет. По идее, он бы ей поддался. В любом случае. Она же ребенок. Как-никак. Цири, не кривляйся. Почему? Блин, не хотел зажимать Е. Блин, на какое бежать-то? Да, давай уже прицеливайся к лестнице. Наконец-то мы в цель попали. Эх, надо же, я в свой выходной и наконец-то играю ведьмака. Поверить не могу. Тут просто потрясающе. Нет, я могу здесь бегать кругами и бесконечно. Я так рада. Наконец-то играть ведьмака. Я думаю, что этого не произойдет. Уже никогда. Кто бы сомневался. Ускорится левый счет. Слушай, а так задумано, да? Что нужно идти снизу? А я хотела сверху. Ну и лицо. Надо было дождаться. У нас что-то хотят нам сказать. Лицо у Висемира. Да, она все знает, да? Она ведь не из-за того, как охрана. Я не помню, как его зовут просто. У меня там лело, по-моему, да? Ужасненько. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше. Молодая кровь требует жертв. А хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, взирикание живущей и телом нездраво бледной. Хм... Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Висемир. Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Висемир говорил. Хм... Ты способная ученица. Не слишком послушная, зато способная. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной. Ламберт с Эскелем. Цири с куклой. А, нету там, где он никакой. Ламберт с Эскелем. И перепутала, откуда ты взяла. Из другой оперы. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Давай сразу к спаррингу. Обойдемся как-нибудь без повторения. И мои кошмары должны сниться, да? Как раз таки с этими манекенами. Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири! Будешь чистить все мечи до последнего. Это кошмар ему снится. Все-таки Герлету так идет хвост. Когда у него лицо открыто. Что за... Герлету. 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 Такие сны для магов это не просто страхи какие-то или переживания. Это всегда несет какой-то смысл. Либо... События, которые произойдут в будущем. Потому что тонкий мир, естественно, связан с физическим. Только здесь, на физе, дольше все происходит. И там очень много вариантов того, что может произойти. Продолжение следует...